Знаете, не так давно я был в Нью-Йорке, и Times Square очень наглядно иллюстрирует то, что происходит сейчас, то, что будет происходить. Представьте себе Times Square. Огромное количество рекламных счетов. Все горит, мигает. Огромное количество рекламных сообщений сыпется ежесекундно на всех людей, которые там сидят и гладеют по сторонам на всю эту рекламу. В этом я задумался. Сколько же стоит один метр рекламной площади на Times Square? Он подумает страшно. В этот момент я был с своим другом Пашей, и он мне говорит, а закрой глаза и скажи мне, что ты запомнил? Я закрываю глаза и смог назвать три бренда. Макдональдс, Американ Игл и почему-то Дашиба. Он прямо напротив меня был. Все остальные десятки брендов, потративших миллионы долларов, скорее всего, прошли просто мимо. А сзади меня люди с фотоаппаратами стояли и сфотографировали себя, снимали на видео. Что же происходит? Оборачиваясь назад, оказывается, Hyundai снял ролик, в который, если попадает твое лицо в определенное место, ты становишься участником этого ролика. И Hyundai сделал вирусное распространение своего ролика с Times Square, одной из опций на то же самое количество рекламной площади. Поэтому я не то что убежден, для меня очевидно совершенно, что та реклама, которая есть сейчас, мертва. Да, уже сейчас мертва. Мы все знаем, что в Москве в очередной раз подняли стоимость аренды рекламных площадей. Мы все знаем, что количество показов для запоминаний все увеличивается и увеличивается, а их стоимость повышается и повышается. Поэтому интерактивность, вовлечение в процесс и использование других органов чувств для трансляции ключевого сообщения. Это будущая реклама.